Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 3 июля, понедельник, новый месяц и давайте посмотрим на каких максимумах или минимумах у нас завершились прошлые торговые дни. Итак, начнем как всегда с пары евро-доллар, по паре евро-доллар. На прошлой неделе мы видели максимальное значение в области 1.1444. Теперь открыта ближайшая цель, уже движение в область 1.15-1.16, но на текущий момент вероятность коррекции по данному активу становится все более и более вероятной. Ближайший уровень, который мы можем отслеживать, это минимум пятницы, значение 1.1389. Преодоление данной отметки уже может нам сказать о начале коррекционного движения, которое возможно пройдет в область 1.13 и уже по завершению коррекции в рамках часового таймфрейма найти новые точки для присоединения в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Пара британский фунт, американский доллар, примерно такая же история. Ближайший локальный минимум находится в области 1.2942. Преодоление данного уровня откроет предпосылки на коррекции по данному активу. Напомню, на текущий момент тенденция на укрепление британского фунта остается также в приоритете. Ближайшие цели для преодоления закрепления это отметка 1.30, уже после этого возможен поход на 1.3350. Пара австралийский доллар, американский доллар сохраняет свое восходящее движение. Напомню, подошли к области сопротивления, которое пара не может преодолеть уже довольно-таки давно. И также в данном случае мы можем увидеть коррекционное движение уже с следующего захода, вероятно, прохождение данной целевой отметки. На текущий момент мы стоим у максимальных значений и ближайший краткосрочный уровень по данной паре находится в области 0.7664, минимум который также был отмечен в пятницу. Пара американский доллар, японская иена. Последние несколько торговых сессий торгуются вблизи уровня поддержки 1.1173. Преодоление данного уровня уже может нам дать предпосылки на завершение коррекционного восходящего движения, которое мы видели, и продолжение нисходящего тренда в рамках более крупного таймфрейма. Поэтому здесь по данному активу необходимо отслеживать преодоление отметки 1.1175, минимум который был также зафиксирован в пятницу и в четверг. Пара американский доллар, канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Начало коррекции может быть после преодоления целевого значения в области 1.30, это максимум который был зафиксирован в пятницу. Пара еврофунт на текущий момент торгуется в боковом диапазоне, нижняя граница это 87.64, верхняя граница это 88.60. На текущий момент в рамках краткосрочного таймфрейма мы находимся у нижней границы, преодоление отметки 88.12, максимум который был зафиксирован в понедельник откроет, прошу прощения, максимум который был зафиксирован в пятницу, откроет возможность движения в область уже максимальных значений 88.60. На текущий момент важно отслеживать выход из данного бокового движения и если пара уходит выше максимальных значений, то есть уровня сопротивления, то вероятность продолжения восходящего тренда будет в приоритете, но и на текущий момент основной тренд также остается восходящий. По золоту мы видели преодоление целевой отметки, которая находится в области 1240 долларов за тройскую унцию. Фактически в пятницу торговались вблизи данного значения, а сегодня уже с открытия уже уходим ниже этих уровней, поэтому на текущий момент продолжение нисходящего тренда по золоту будет наиболее вероятно. Ближайшая цель среднесрочная находится в области 1217 долларов за тройскую унцию. Пока фактически мы корректируемся, снижаемся к этому значению и все возможные случаи и сигналы на вход по завершению данного коррекционного движения будут в приоритете до момента как раз преодоления отметки 1217 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Если говорить о возврате к продажам, то здесь на текущий момент важно отметить уровень в области 47.11, минимум который был зафиксирован также в пятницу. Преодоление данного уровня откроет предпосылки на дальнейшее снижение уже в область 44.30 по нефтемарке Brent. Ну и индекс DAX продолжает корректироваться, продолжает снижаться. В пятницу также обновили локальные минимумы. Если говорить о возврате к покупкам, то здесь как минимум нужно преодолеть целевое значение в области 12459. Это максимальное значение, которое было зафиксировано в прошлую пятницу 30 июня. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Это был обзор основных инструментов. Я напомню, что по понедельникам, в том числе сегодня, в 19.30 по московскому времени состоится вебинар, на котором мы каждый из этих инструментов разберем более подробно и более детально. Под описанием к этому видео вы можете найти ссылку на регистрацию. Буду рад вас видеть на этом вебинаре, буду рад ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание и желаю хорошей торговой недели. Субтитры создавал DimaTorzok